Всем привет, добро пожаловать в новый влог, я очень сильно соскучилась и сегодняшнее видео я предлагаю вам начать с бьюти, а именно с ухода за собой и потом еще и вместе накрасимся. Сначала я наношу тоник, это остатки миниатюры Maribodesk и дальше под глаза вот такой даже не крем, а это масло. Я покупала его в Греции, но очень похожий по эффекту и по действию, есть на iHerb, я обязательно оставлю вам ссылку, тем более, что у них сейчас очень большие скидки. Дальше на все лицо я наношу крем, это Atapalm, корейская марка, очень мне нравится, совсем скоро станет холодно, поэтому советую вам присмотреться к нему, если вы ищете что-то на холода, потому что он работает над защитным барьером кожи, очень хорошо увлажняет и также подходит как для лица, так и для тела, без каких-либо отдушек. Обычно я наношу уход, глядя в зеркало и, честно говоря, в камеру это делать не очень удобно, так как в экранчике я совершенно ничего не вижу. И в конце добавляю SPF 50, я вовсю уже пользуюсь достаточно активным ретинолом, поэтому у меня такое светлое лицо, несмотря на то, что мы много отдыхали и лето только закончилось. Это очень классный SPF, он не остается вот таким белым как бы налетом, он быстро впитывается, не ощущается ни пленкой, вообще дает улажнение, но он легчайший. Увлажняю губы, но сейчас вместо косы Rex вот этого бальзама я купила еще кое-что более действенное, потом вам покажу. А сейчас я буду делать даже не столько массаж, я только начинаю свое приключение с платным приложением Lovely, я купила подписку на 3 месяца, по-моему, посмотрим, что из этого получится. И сначала там заполняешь такую подробную анкету, где нужно указать все вводные данные, состояние кожи и так далее, эффекты, которые ты хочешь достичь. И потом специально под тебя подбирается программа, да, там и массажи лица, и массажи при помощи скребка гуаша. А это те упражнения, которые я повторяю за инструктором, которые направлены на улучшение кровообращения в лице и в голове. Честно говоря, это утро было у меня немножечко таким стрессовым, по той причине, что меня расстроило поведение, кое-что, что я заметила в собаке. А имея за плечами такую историю, как с Микой, и наблюдая какие-то похожие симптомы, как были в начале патологий, в начале того, как мы узнали об этом, Я, конечно, сильно перенервничала, но ничего, не накручиваю себя, пойдем проверимся, надеюсь, что все обойдется. Упражнения очень простые, конечно же, лучше смотреться в зеркало, потому что я сейчас ничего, опять же, не вижу, и потом уже буду работать над своими ошибками. Я уже позже, после съемки этого видео, попробовала делать массажи по инструкции из приложения Lovely при помощи скребка гуаша. Слушайте, классно, это не занимает много времени, там от 5 до 10 минут. И вообще, после того, как я была на массаже лица к обиды, это, конечно же, не то же самое, но мне стало интересно. Мне кажется, что массажи это действенная тема, но сейчас вот я показываю вам, как я делаю один из первых уроков или тренингов, как это назвать. И это вообще несколько минут релакса только для себя, и в любом случае это точно никому не помешает. Я пробовала заниматься фейс-фитнесом, это не то же самое, и мне как-то больше по душе именно массажи. Я надеюсь, что осенью я подключу еще и снова микротоки, возможно, еще кое-что, но посмотрим. Планы всегда большие, а как будет со свободным временем, это только время покажет. Но я стараюсь всегда находить его для себя, даже когда очень рано утром просыпаюсь, много дел, началась школа, ты торопишься, и каждая минута на вес золота. Но я обожаю все, что связано с бьюти, поэтому, собственно, не жалею времени для себя. Наряжаюсь, у меня есть домашняя одежда, что-то, что я надеваю на выход, но для дома я выбираю что-то удобное, комфортное и что-то, что не сковывает движения. Время сделать макияж, и так получилось, что он сегодня будет бюджетным. Я абсолютно не специально, хотя видео о бюджетных находках и мостхавах на осень тоже обязательно будет. И сегодня я хотела бы рассказать вам поподробнее, что и как. Я сначала окрашу брови. Вы знаете почему? Я поняла, что когда лицо чистое, на нем нет декоративной косметики, тонального крема, мне гораздо проще распределить гель для бровей. Тем более, что я выбираю такие с мощной фиксацией. И тогда вот так аккуратно все зачесываю. И в бровях нет остатков пудры, тона и всего остального. И уже потом я только крашу лицо. Об этом геле тоже будет видео о находках бюджетных. Стоит копейки, держит железобетонная и очень удобная щеточка. И потом, когда я зачесываю брови, я сейчас покажу вам, как я их усмиряю. Они у меня очень сильно выгорели, поэтому если их не укладывать, как-то не подкрашивать, то их совершенно не видно. Я беру или карандаш, или ручку от кисточки и вот так как бы приглаживаю их. И они остаются в таком положении на целый день. Мне нравятся зачесанные брови. Я знаю, что кто-то не может дождаться, когда пройдет этот тренд. Но я хочу вас расстроить, он только набирает обороты. И судя по тому, сколько сейчас всяких там стойких средств для укладки бровей от этого тренда, мы избавимся не скоро. И когда я вижу, что в бровях есть какие-то проплешины, я дорисовываю их при помощи маркера. Я уже очень давно пользуюсь этим от Evaline. Он сейчас у меня в оттенке Miriam. И он мне нравится тем, что он не рисует как фломастер. Он вроде как и докрашивает что-то недостающее, но при этом всем он смотрится очень естественно. Иногда я встречаю брови, которые прям ярко нарисованы. И это не совсем для меня, тем более, что я блондинка. И чем менее прокрашены у меня брови, тем легче и моложе смотрится вообще лицо. Выражение лица совершенно другое. Когда мой загар сойдет, я потом переключусь на более светлый оттенок. Я использую только эту сторону маркера. То есть там, где пудра цветная, я практически никогда не открываю. Ну, последний год так точно. И мне нравится дорисовывать тонкие маленькие волоски практически по всей брови, но не у основания. У основания я использую тени для бровей от Анастасии Баверли Хиллз. Но на самом деле это любые толповые, не обязательно Анастейшу. Вот так чуть-чуть докрашиваю кисточкой. Но по этому гелю тоже хорошо работают и карандаши для бровей, и тени вообще очень классные. Завеваю ресницы. И теперь шок, потому что я сначала крашу ресницы. И я поняла, что я так сильно морщу лоб, когда я крашу ресницы, что это лучше сделать до нанесения тона. Тогда он не успеет собраться в морщинки, и как-то лучше это все выглядит. Лицо такое супер гладкое, если я сначала сделаю какие-то манипуляции с ресницами. И на каждый день я тоже не использую практически никакие тени. Но разве что бронзер, вот как сегодня покажу вам, или же что-то очень легкое, что-то, что не оставляет осыпашек под глазами. Поэтому за последующий макияж глаз я совершенно не переживаю. Я крашу ресницы сейчас коричневой тушью от Evaline. Это линейка Variette. И она дает вот такой эффект при одном слое. Дальше беру CC-крем от бренда Hean. Это полный аналог очень дорогого CC-крема. Но об этом позже. И я где-то посередине оттенков Medium и Tan. Поэтому мне приходится смешивать. Но я все же рекомендую вам наносить его в три раза меньше, чем у меня получилось. Я как-то намешала на руке. У него достаточно плотное покрытие. SPF 40. И также он дает увлажнение. Там еще много разных других бонусов. Я видела, что польские блогеры его хвалят. Мне стало интересно. Поэтому, когда зашла в Hebe, это польская сеть магазинов косметики, там бытовой химии, чего там только у них нет, были скидки. Я купила очень дешево, поэтому взяла сразу два оттенка. И вот именно на холодное время года, когда вам нужно более плотное покрытие, это вообще классная вещь, я должна сказать. Под глаза использую консилер от бренда ELF. Я взяла его ради интереса. И у меня достаточно темный оттенок. Нужно заказать посветлее. Потому что, когда уйдет загар, то однозначно он будет слишком таким персиковым для меня. Дальше использую вот такую штучку. Я покупала ее на Алиэкспресс. И очень удобно распределять консилер под глазами. И даже пудру наносить. И иногда ей уже только в сухом виде я убираю еще и блеск, который проступает на лице в течение дня. Мне нравится, как это все распределяется, растушевывается. Она убирает излишки средства. И также можно намочить и влажным способом, вот как я сегодня растушевываю консилер. И вот такой у нас результат. Сейчас я хотела бы показать вам, как работает пудра. Пудра от Sensai. Только одно средство и никакого фотошопа. Смотрите, камера не любит сияющие текстуры. И она всегда как-то так невыгодно это показывает. Наносим пудру под глаза в небольшом количестве. Мало того, что она хорошо все фиксирует. И консилер не скатывается. Посмотрите, какая большая визуальная разница. То есть не настолько видны впадины. Конечно, это не супер матовый эффект. Блеск проступает в течение дня. Но она очень здорово сглаживает неровности. Она без эффекта фотошопа. Но тем не менее, она как-то здорово рассеивает цвет. Она также корректирует поры. Они у меня слегка расширенные. А с пудрой все гораздо лучше. Добавляю бронзер. Это бронзер от Catrice. Я вам говорила, что он теплый. Каким и должен быть бронзер. И он еще и со свечением. Всегда снимаю излишки с кисточки. И добавляю на те зоны, где мы обычно загораем. Эта кисть у меня тоже из Алиэкспресс. И она спустя какое-то время начала потихоньку оставлять волоски. Меня это немного расстроило. Но она классная. У нее натуральный ворс. И она так хорошо распределяет и румяны, и бронзеры. Но мне она больше все-таки нравится для бронзера. Классный бронзер. Я вам о нем снимала видео. Но не только о нем, а о бюджетных находках на лето. И вот так для свежести, для эффекта подслованного лица солнцем. Очень хороший. Это румяна от Poese. Они супер универсальные. Тоже с блеском, но не чрезмерным. То есть в нем нет каких-то огромных блесточек. Хотя в упаковке так может казаться. И я не помню какой это точно оттенок. Я укажу вам все в инфобоксе. Кисточка пушистая у меня тоже из Алика. Я люблю много румян. Но не особо-то и заметно, что я нанесла так много. Добавляю тот же бронзер в складку века. Чисто для того, чтобы чуть больше подчеркнуть глаза. Я обычно беру самую большую кисть. Это или Inglot, или вот эта натуральная из Алиэкспресс. Она очень хорошо наносит что-то, вы знаете, так вуально. И хорошо растушевывает. Но если у вас маленькие глаза, то эта кисть скорее подойдет для проработки области под глазами, нанесения хайлайтера. А для меня, для теней, как раз окей. В уголок глаза добавляю что-то сияющее. Вот что первое попадется под руку. Прокрашиваю контур губ. Это карандаш от бренда Eveline. По-моему, в третьем оттенке. Вы спрашиваете, чем я их точу. Я использую обычную точилку для карандашей. Именно для косметических. И я красила губы настолько увлеченно, что забыла, что я снимаю. Поэтому только добавляю чуть-чуть цвета. Я не попала лицом в кадр. I'm sorry. Так иногда бывает. С помадой произошло то же самое. Ну, а карандаш тоже рекомендовала вам. У них очень красивые цвета. Они гелевые, суперстойкие. Помада от Poesa. Она матовая. Она не увлажняющая, но она не сильно сушит губы. Хотя в нанесении она такая чуть-чуть туговатая. Цвет потрясающий. Вот знаете, в меру яркий, выразительный, но не нюд. Мне очень нравится. Я частенько ею пользуюсь. И вот такой результат у меня сегодня получился. У меня даже настроение сразу лучшее. И вообще, когда немного подкрасишься, как-то так приятнее смотреть в зеркало. И я рада, что я открыла для себя несколько новых бюджетных средств. Абстрагируясь от моего немножечко подавленного настроения, буду стараться отвлекаться с вами и развеивать эти плохие мысли. Все обязательно будет хорошо. Я сейчас готовлю детей в школу. Наш школьный учебный год начинается 4 сентября. И 1 числа они никуда не идут. Ко мне должна приехать мама на днях. И я не хочу терять это драгоценное время, которое я могу провести с ней. Потому что как раз накладка. И мама приезжает, и в школу нужно отправлять детей. Так что я стараюсь заранее все разложить по мешочкам. Этот в бассейн, этот там, куда они ходят? Господи, столько всего. На футбол отдельно, на танец. Это в школьной программе. На физкультуру. И мы, как родители, должны подготовить и вот так вот отправить в школу. И я также купила на 1 сентября, на 4 сентября, да, я сказала, что в понедельник они только идут в школу. Элегантную обувь. Каждый год приходится ее обновлять. Мальчики растут, они настолько вымахали. И мне очень нравится этот бренд Fribu. Я заказываю его на Золанда. Кстати, стало дороже, чем в прошлые годы. Они очень удобные. Нога в них там никак не потеет, ничего. Они вот такие элегантные. Прям, видите, с перфорацией, как мини-мужские классические туфли. И у нас обязательно школьная форма. Мало того, на каждый день у них пола и кардиган с эмблемой школы. А вот на праздники они обязательно должны надеть рубашку, галстук, джемпер с эмблемой школы, классические брюки и классическая обувь должна быть. То есть никакие там макосины, кеды и так далее не прокатывают. Поэтому на какие-то праздники, на торжества, на 1 сентября и последний звонок покупаешь дорогую обувь. Ну что поделать. Знаете, не то чтобы прям супер дорого, но это прям качественно. И я знаю, что им еще и удобно. Как для детской обуви, знаете, это не дешево. У Захара, у нашего, между прочим, нога настолько проблемная. Мне купить ему обувь, а затянуть его в магазин это нереально. Я покупаю этот бренд на Заланда. И вот в прошлые годы Захар еще как-то с горем пополам обувал вот такие же. Они темно-коричневые. Нет, эти, по-моему, черные. Но там, даже если это темно-коричневые, шоколадные, то они очень красивые. У Игната 33 размер, а Захару взяла 38. Он сейчас поехал с бабушкой, ну Игнат тоже. Они поехали в городок, который называется Крыница на несколько дней. А я тут, видите, скупаю все, чего мне не хватает. И Захар забрал мои шлепки, потому что в последний момент у него порвались его. И я говорю, я не успею найти какую-то обувь. И предложила ему померить мои шлепки. Он, о, классные, удобные, бежевые. Сказал, мягенькие, я отберу их. В общем, поехал в мои шлепки. Представляете? Ну, скоро уже все. Лавочка прикроется, потому что у него очень большой размер одежды, как для его возраста. Он высокий парень. То есть я ему покупаю на 12-13 лет одежду. Представляете? И нога у него как бы ого-го. И у него еще высокий подъем. И найти что-то, ну, со спортивной проще. А вот классическая какая-то элегантная обувь. Это настоящая беда. И у того же бренда я нашла вот такие туфли. Они не настолько заужены, как предыдущие. И они как будто шире сверху. Поэтому если у ребенка узкая ножка, то наоборот вот такая модель. Но есть еще и на более широкую ногу. И я говорю вам это по сравнению даже с другими моделями. Я просто заказала по несколько пар им. И некоторые Захар не смог обуть из-за вот этого высокого подъема. Рюкзак я купила только Игнату новый, потому что он у него начал разваливаться. Забыла его о машине. Я сейчас принесу, покажу. И что касается рюкзаков в частной школе. Конечно, если бы дети ходили в государственную, я бы сильно заморочилась по поводу рюкзака. Потому что когда там много тетрадей, книжек и канцелярии, то это очень большая нагрузка. Особенно для маленького ребенка. Ты вообще, это в принципе важно. А в нашей школе они носят только задания формата А4. Ну может быть еще такая рабочая тетрадь по английскому, она тоже А4. Тетрадь по математике обычная. И это, собственно говоря, все. Иногда там что-то может быть дополнительное. У них все вместе с канцелярией предоставляется в школе. То есть это входит уже в цену школы. И дополнительно мы еще немножечко там доплачиваем за книги. Но это правда копейки. Так что это у меня отпадает. Но я все равно покупаю им канцелярию. У них очень много там фломастеров. Только они к школьному году. Это в принципе всегда есть дома. Потому что они рисуют, там что-то выдумывают. И, конечно, хочется, чтобы они тоже как-то развивались. И они сами просят. У нас Захар создает такие шедевры. Если разрешит, то я вам покажу. Он такие комиксы рисует, и книжечки, и каталоги. Надо у него спросить. Это без его разрешения, знаете ли. Такого уже нельзя показывать. Приступаем к покупкам из Декатлона. Взяла им еще вот такие рюкзачки. Они небольшие, есть разных цветов. Кстати, даже для взрослых. Если вам такое надо, например, куда-то там ходите, не знаю, на прогулку в лес. И хотите взять с собой термос или просто водичку. Может, я у мальчиков буду одалживать. Или же куплю себе. Это рюкзак с такой чуть-чуть мягкой спинкой. И тоже не прям плотные шлейки. Но нормальные. И у мальчиков были такие, но развалились замки. Поменять замок у нас стоит ровно столько же, сколько сам рюкзак. Поэтому это... Потом еще попробуй найди, где его поменять. Вот, это самая проблемная часть. Так что купила мальчикам. Когда они едут куда-то на экскурсию от школы, то просят, чтобы дети взяли с собой именно маленький рюкзак, воду, салфетки и, возможно, какие-то маленькие закуски. И также вот такие рюкзаки они любят носить на тренировке. Закинул туда кроссовки. Есть несколько карманов. Одно большое отделение. Второй рюкзак. Здесь лежат кроссовки, поэтому он слегка бесформенный. Черный с коричневым замком. Так стильно выглядит. Я бы с таким тоже ходила. Мальчики попросили меня, чтобы я купила им бутсы для игры в футбол. У них есть вот такие настоящие с шипами. И они подходят для тренировок, куда они ходят. Но если идут просто играть здесь рядом с домом, то им нужны вот такие. Они бывают гладкими, но с гладкой подошвой для спортзала. Вот это там для одной поверхности. Еще бутсы с шипами для другой. Короче, я в этом не разбираюсь. Я была в декатлоне. И посмотрите, какая лапень. Это тоже 38 размер, но теперь удобно. Если я обуваю на себя, то Захару тоже подойдет. Захар захотел вот такие. Мы по видеосвязи выбирали. Они, кстати, стоят еще, знаете, ну практически в два, да, даже больше. Ну, около того. В два раза дешевле, чем фирменные. Например, там у них Adidas или что я показывала вам. Но это они получили на день рождения из коллекции. Месси, все дела. А Игнат попросил вот такие. Фиолетовые и с такой же подошвой. Ну, я не знаю, насколько они там отличаются от фирменных. Ну, у них настолько быстро растет нога. Я беру с запасом, но все равно, знаете, там 2-3 месяца и до свидания. Интересно, что с бутцами они еще окей. Ох, оно сейчас будет шарудеть. В общем, девочки, если вы ищете какую-то легкую ветровку, непромокаемую для ребенка, вот еще, знаете, или на прохладные дни в начале осени, или наши дети тренируются в такой одежде, но они надевают термобелье, и у них в основном тренировки на улице, даже когда прохладно. Или когда дождь, или когда играют в футбольные матчи, они говорят, мама, я не могу там в теплой куртке, мне жарко. Поэтому я уже второй раз покупаю им вот такие тоненькие. Они есть разных цветов, для девочек повеселее. Но я как-то так посмотрела, не было размеров, остались только синие. И я взяла и Захару, и Игнату. Захару, между прочим, на рост 1,60 м. Ну, 1,51 м, 1,60 м. У него рост на минуточку 1,52 м. А я 1,62 м. Ну, вы представляете, да? Еще из обязательного это черные чешки на танец. И найти черные чешки это та еще задача. И они продаются в Смыке и в Декатлоне. Ну, я была в Декатлоне, взяла там тоже. 30, нет, сори. У нас есть чешки для Захара, 38, на него малы, поэтому 39. Черные леггинсы. Это тоже на танец, на тренировку. Еще и какие-то брюки взяла. В Декатлоне здорово то, что у них большой выбор. Можно взять хлопковые, но они быстро изнашиваются, затираются на коленях. А у них есть тоже черные, там серые, какие хочешь для девочек, и розовые даже. И они дышащие. Есть и на холодную погоду, и что-то просто, знаете, на сейчас. Хотя сегодня у нас так холодно. И то солнце, то пасмурно, вообще ничего не понимаю. Но в воздухе ощущается осень. С шортами та же история, это на физкультуру. Тоже черные должны быть. Так, и для плавания. У нас в обязательной программе бассейн. И в конце прошлого учебного года Захар потерял вообще целый мешок совсем. С полотенцем, со шлепками, с очками. И у нас это происходит несколько раз в год. И когда ты возвращаешься в бассейн и говоришь, что мы забыли где-то там, то мы ничего не знаем, мы ничего не видели. I'm sorry. Это ваша ответственность. Знаете, когда я забираю детей из бассейна, то я всегда слежу за тем, чтобы они забрали вещи, еще и проверяю, все ли там есть. То есть если сразу вернуться в раздевалку, то заберешь. Если приедешь на следующий день, то все, как бы забудь. И также мы меняемся с мамой. С одной, то есть я, например, забираю детей со школы. У них тоже двое детей. Я в какой-то день забираю детей со школы, она с бассейна, а потом наоборот. В общем, кому как удобно. И тоже я не проверяю одежду ее детей. Но мне как-то неудобно. И неудобно тоже просить, чтобы она глянула. Короче, периодически покупаю новый целый комплект. Захару взяла плавки. Вот это, конечно, доступный магазин. Если каждый раз брать фирменное, но я за то, чтобы оно было нормальным по качеству, хорошо служило, и дети быстро растут. Вот то, что может остаться после Захара и Игнату, здорово. Но, правда, многие вещи тупо не доживают. Простите. Шапочка, смотрите, какой красивый цвет. Бирюзовый, темная бирюза. Мне самой так нравится. И шапочка вот эта резиновая. Надеюсь, Захар не будет возмущаться. У него такие длинные волосы. Он не разрешает ему постричь челку. Я думаю, ну, походи, потом сам к этому придешь. То есть мне настолько долго запрещали обрезать волосы. Это уже был как пунктик такой. Знаете, я потом выросла, и мне самой даже было сложно себе позволить обрезать волосы. Сделать стрижку. Я, между прочим, в детстве когда-то обфигачила себе челку. И для того, чтобы родители не заметили, ну, мне казалось, ну, если я спрячу обрезанные волосы, то как бы незаметно я их запрятала под диван. Ой, за диван у бабушки. Злости моей мамы не было предела. И я когда-то ходила с ровной челкой. Потом она отросла уже. Но, да, и поэтому пока Захар хочет, вы знаете, пусть ходит. Ну, я не думаю, что это как-то сильно навредит ему. Это проходит. И это такая мелочь, девочки. Но он дома там как-то это все убирает. И я, конечно, ему бы обрезала. Но он нет, не согласен. Думаю, ну, пусть походит с длинной челкой. Подумаешь, надо еще успеть перед школой их сводить к парикмахеру. Игнату, он просто вырос из своих плавок на 8-9 лет. Вот Захару я беру на 12-13, а Игнату на 8-9 лет. Ой. И Игнату взяла тканевую шапочку, потому что она поменьше. Да, то есть на бассейн у нас обязательно плавки вот такие, не широкие, а в облипку. Шапочка, очки. Очки у нас есть, слава богу, для Игната. А Захару взяла вот такие. Нужно еще проверить, подойдут ли они ему. Ну, то есть это для плавания. Вот я вроде как на себя прикинула. Все нормально. И они стоили там 9 долларов. Это еще недорого. Я хочу вам сказать, что детская спортивная одежда стоит столько, что я даже вот на небрендовые вещи потратилась. И думала, куплю себе новую спортивную форму. Потом на кассе я поняла, что как бы нет. Ты и так оставила уже 300 баксов, поэтому тебе есть чем ходить. Обойдешься, Оля. Пока. Схожу за рюкзаком еще. Я знаю, что меня смотрит очень много мамочек, мам футболистов, фанатов футбола. И у нас Игнат болеет за один футбольный клуб, за Барселону. Господи. Надеюсь, я ничего не напутала. А Захар за Реал. Реал Мадрид. Это бесконечный спор. Кто лучше? У них разные эти футбольные формы, знаете, фирменные. И когда я говорю, ну, Игнат, после Захара осталось, я не люблю этого футболиста. Ну, в смысле, Захар вырос уже, говорю, вот. Я это носить не буду. Я не люблю этот футбольный клуб. Короче, дети — это просто, вы знаете, со всеми их какими-то проявлениями интересов, характера. Это настолько интересно. Иногда это доводит тебя до безумия. Но в основном это, знаете, так потешно и очень интересно наблюдать за ними, как они растут, как они меняются. У Захара уже начался такой по-настоящему подростковый возраст. Это видно во всем. Опять же, не хочу освещать его личную жизнь, но как бы, да, он у нас такой уже более зрелый парень по сравнению даже с одноклассниками. И я сейчас вижу его с совершенно другой стороны. Не только вот именно как ребёнка, а уже вижу, как он созревает, да. И, блин, иногда смотришь, думаешь, это что, мои дети, что ли? Они были такими маленькими. Захарова вообще такой парень. Классно, классно, да. Вот я принесла рюкзак в коллаборации с Барселоной. Он вроде как фирменный. Я покупала его в Эмпике. И мне нравится то, что в него влезает папка формата А4. Серо-чёрный. Ну, можно было бы что-то повеселее, но как-то в этом году только этот увидела. У Игната был синий ещё. Он, кстати, достаточно быстро пачкается. Посмотрим, как этот. У него главное отделение. Вот здесь ещё один такой карман. Небольшой и побольше. Вот всякие тут штучки, дрючки для ключей, наверное, или, не знаю, кармашки. Ну, я же вам говорю, что у нас рюкзак больше для галочки. Хотя здесь и ручки вроде мягкие. А пенал взяла ему вот такой маленький. Просто, чтобы у него там лежала резинка. Как резинка? Наверное. Господи. Карандаши самое такое необходимое, чтобы когда он садился делать домашнее задание, он всё доставал прямо отсюда из рюкзака. И, девочки, такое воспоминание летнее. Я показывала вам, что в киное мы были в этом океанариуме. И Игнат был настолько впечатлён дельфинами, в конечном итоге он проплакал полдня, потому что он вспоминал о них. И он у нас очень чувствительный, такой ранимый ребёнок. Ему очень нравилась эта фотография. Несмотря на то, что у него здесь тёмное лицо, дельфина видно хорошо. Это фотка сделанная на телефон, плюс в океанариуме было очень темно, а подсвечен только сам бассейн для дельфинов. И я распечатала фотографию. Он попросил меня об этом. И говорит, мама, ты обещаешь, не сделаешь. Я быстро зашла в Росман. Там можно подключить телефон к специальной машине. И там же взяла самую обычную рамочку, потому что Игнат мечтал о том, что он поставит эту фотографию на свой рабочий стол, на письменный. Так что я думаю, сейчас он приедет и очень сильно обрадуется. А Захару я там кое-что тоже заказала с его футбольным клубом, но оно должно приехать только завтра. Кто там, Юки? Кто там? Добрый Юки! Цысь, мама! Цысь, солнце! Серпилика Дурфе Важное? То. Щеп court А что мама тебе? Дельфинок Важная Пере branковка перед школой супер такие ровные волосы просто наконец-то наводим порядок с волосами не любят они ходить к парикмахеру ужасно мой красоту надрастила себе волосы надо что-то с этим делать захар вроде согласился не знаю как вы девочки я не каждый день прямо выготавливаю есть такие блюда которые я в принципе никогда сама не готовлю у нас рядом с домом есть вот деревня где находится небольшое производство и у них там же фирменный магазин они там делают вареники очень вкусные это с картошкой творогом очень неожиданное сочетание и такими острыми приправами там еще в начинке жареный лук это с мясом с творогом и с малиной да можно купить как маленькую упаковку так и большую и теперь у меня есть что-то знаете на случай x когда не буду ничего успевать но честно говоря сегодня тоже съела вареники я никогда в жизни не варила сама холодец просто мне кажется когда ты начинаешь его варить то надо сразу много много мне самой не хочется и дети его не едят но я люблю только не каждый а и в польше девочки холодец непрозрачная посмотрите какой он здесь и горошек и морковь зелень и также очень часто яйцо даже когда мама томока делает там на какие-то праздники у нее он тоже выглядит именно так и по-польски это называется гола рыдка я иногда варю сама борщ но вот так на один раз господи сколько с ним завороть заморочек при этом он недорогой и когда еду туда тоже покупаю борщик крокетом крокет и я ем очень редко но с ними тоже столько там вообще танцев с бубнами это как блинчик с мясной начинкой то есть начинку отдельно блинчик отдельно плюс это потом панируют и жарят томок очень любят и дети тоже и иногда или в каких-то проверенных ресторанах можем заказать нечасто или вот там покупаем а смотрите здесь у меня еще целая ведерко винограда он такой маленький это соседи с нами поделились но какой он вкусный наверное это вот знаете для вина специально но он у них растет как декоративный и у них его столько в этом году что они периодически приносят и нам какой же влог без цветов я обожаю покупать цветы и помимо этих я взяла еще один букетик но мне так нравятся сухоцветы они засыхают и реально выглядят точно так же как свежие не впервые приобретаю их и вереск вереск это чисто осенняя тема он уже начал много где появляться там ресторана в кафе вот знаете в преддверии первого сентября во всех цветочных магазинах в супермаркетах они есть они бывают разных цветов этот нежно-розовые есть еще фиолетовые и белые так что уже так знаете пахнет осенью везде забрала вещи из химчистки опять же я не все стираю сама или даже в машинке например вот всякие жакеты чтобы они не теряли свою форму также тренчи пальто сдаю в химчистку периодически иногда чтобы просто освежить а иногда знаете ляпнешь чем-то и остается даже не столько пятно сколько разводы потом это невозможно как-то затереть отстирать поэтому тоже сдаю и шерстяные кашемировые всякие свитера потихоньку готовлюсь к осени и зиме это один из моих любимых свитеров насти мне его покупала у нее такой же это юникло стопроцентная шерсть он был чистым только в области горловины знаете уже так от тонального затерся не то чтобы грязный но все равно как-то приятнее да когда он на сто процентов чистый это сейчас хочу посмотреть это тоже очень классный свитер я вижу что ну его подпортили в химчистке я сдавала на свою ответственность потому что я не знаю откуда здесь появились вот такие разводы я говорю ну попробуйте уже самые сильные химией испортите так испортите носить невозможно может как-то вот в камере не особо видно но желтые такие пятна он вообще не скатывался он очень хорошо носился года три наверное и вот его уже тут просто убили в химчистке любом случае я сказала не получится спасти ну что ж поделать не знаю откуда эти пятна и я их не ставила и это шерстяной свитер от бренда таранку я тоже надевала миллион раз девочки очень хороший польский бренд он конечно не дешевый я вам показывал короче не важно там сейчас приклеили какую-то этикетку я уверена что в этом году у них тоже будут шерстяные свитера посмотрите какой гладенький ни одной катышки ему второй год на 1 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И вчера Настя завела меня в винтажный магазин Там в основном были сережки, ну какие-то украшения Подвески, вот так называется Даже внизу адрес и номер телефона Это винтажный магазин, который находится в еврейском квартале Казимеш в Кракове И я нашла там вот такие клипсы, которые выглядят очень классно на ушах Они в хорошем состоянии, тяжеленькие, качество металла такое приятное И стоили они 55 злотых, совсем недорого И хорошо держатся на ушах Настя мне еще на мой день рождения подарила вот эти Я ими как-то особо дорожу Поэтому не так часто надеваю И побаиваюсь потерять Хотя мужчина, который работает в винтажном магазине Говорил, что они как-то подтягивают вот эту застежку Ну в общем, чтобы хорошо держалась на ушах плотненько И эти сережки меньше, чем все мои вот похожие Только гораздо дешевле из Алика И эти особенно ценные для меня Потому что это подарок от подружки И я надеваю их на особый случай Они еще меньше по размеру Мне очень нравится Типа, как видите, рельеф сверху, да Симпатично на ушах выглядят И я люблю покопаться в таких магазинах Вот так они выглядят на ушах Аккуратно, но элегантно и нарядно Ничем не хуже, чем Диор По качеству, между прочим И мужчина сказал, что это где-то 70-е, 80-е годы Вечная классика Я довольна Мне очень нравится, как это смотрится Это вот клипсы от Насти И они вообще как новые На них ни единого следа Следа того, что кто-то их надевал Поэтому я даже могу предположить, что они новые Я не помню, с какого они года Настя мне говорила Но моя память в последнее время меня подводит Моя подружка очень хорошо знает мой вкус Поэтому она на 100% угадала Приехали с друзьями в лес Искать грибы Они насобирали столько этих белых Приехали с друзьями в лес искать грибы Они уже насобирали на прошлых выходных целую корзину белых Но пока что безуспешно Даже если мы ничего не найдем Я все равно не расстраиваюсь Потому что здесь очень свежий воздух Приятно гулять Совершенно по-другому дышится, чем в Кракове Но мы еще не отчаиваемся Желудья какие красивые Всякие тут лесные жители Но мы их не беспокоим Идем дальше Какая-то поганка Похожа на маленький мухомор Игнат, только не трогаем Мне кажется, это мухомор Мухомор Могом быть труенцы Для грибов в районе Кракова Оказалось слишком тепло и сухо Поэтому поедем в следующий раз А я буду заканчивать свой влог Я надеюсь, что вам сегодня со мной было интересно Встречаем вместе осень Не забывайте поставить пальчик вверх А мы с вами встречаемся В тематических, атмосферных, уютных осенних видео Совсем скоро Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok